Уникальный опыт для театра и кладезь новых идей – таков результат участия города Балакова в театральном марафоне в рамках программы «Театр нации театром атомных городов». В течение недели стены Балаковского театра юного зрителя стали лабораторией уникальных театральных экспериментов. Здесь проходили коллаборации с известными режиссерами и педагогами, мастер-классы по сценической речи и лекции по организации технического процесса от признанных мастеров сцены. В результате этой масштабной работы актеры «Метюза» на суд зрителей были представлены эскизы спектаклей. Таких спектаклей наша сцена еще не видела до сих пор. Сама по себе творческая лаборатория была создана и придумана художественным руководителем театра нации Евгением Мироновым совместно с территорией культуры Росатома. И сама программа призвана к расширению географического творческого пространства, театрального пространства, знакомству жителей и труп театров закрытых атомных городов с новыми формами, течениями. Балаков стал 17-м по счету городом в Плеяде атомных городов, где прошли творческие экспериментальные лаборатории при содействии Театра наций. О том, где проходят границы театра, можно ли перейти тонкую грань, отделяющую зрителя от сцены, В своей лекции российский театровед и критик Павел Руднев исследовал вместе со зрителями тему новых театральных аномалий и явлений. Очень важный разговор со зрителями, потому что он настраивает творческую команду на новое топливо для нового спектакля. Но я думаю, что в данном случае, когда режиссер называет свой список спектаклем-тренингом, возможно, эта вещь идет о взаимодействии со зрителем. В традиционном театре зритель сидит спокойненько в кресле и не говорит ничего, а новый театр часто взывает к активности зрителя. Возможно, речь идет о том, что будет какой-то элемент вовлечения зрителя в сценическое действие. Основной идеей, объединившей экспериментальные эскизы, как раз и стало расширение границ театра. Теперь зритель смог сам лицезреть действия актеров изнутри. Сцена больше не двумерная, и каждый может ассоциировать себя с любым из действующих лиц. Спектакль-тренинг или спектакль-джем. Так представила свой эскиз «Гравитация» режиссер Наталья Шурганова. По задумке автора, все, что видит зритель на сцене, происходит здесь и сейчас. Диаметральной противоположностью «Гравитации» стал эскиз спектакля режиссера Яны Селезневой. В лабораторном исследовании эскиза «Убить Бобрыкина» зритель, находясь в эпицентре событий, да и самой сцены, всесторонне исследовал все нюансы, о которых хотела сказать режиссер. После каждого эскиза зритель ждал подробный разбор действия с режиссерами и Павлом Рудневым. Как сказал театральный критик, театр – это про прошлое. Но сегодня функция театра – думать о будущем. Продолжение следует...